В Гомельской области централизованное тестирование проходить у шести научных установок, которые находятся в Гомеле, Мазыре и Светлогорске. Аудитории, где будут проходить испытания, тут вызначили загадки. При этом в дни, когда ЦТ не проводится, помешкания будут использоваться в соответствии с планами ВНУ. В Белорусском государственном университете транспорта тут будет проходить оборона дипломных проектов и магистрских диссертаций. При этом при выборе аудитории, где проводится тестирование, организаторы поддерживались певных рекомендаций. Необходимо, чтобы в аудитории были нормальные микроклиматы. Поэтому, естественно, защита окон, вентиляция, прочие требования по просадке, посадке каждого абитуриента. Есть определенные схемы, которые согласовываются с Республиканским институтом контроля знаний. Неоднократно они проверяются и на уровне госконтроля. И в соответствии с этим делается определенный. Ну, естественно, обновляли ремонт, потому что абитуриенты должны прийти в ту аудиторию, чувствуют себя уверенно, спокойно. На передаче дни первого экзамена у научной установки привезли задания централизованного тестирования по белорусской мове. Их ускриют непосредственно подчас початку ЦТ. В общем, в этом году на проходжении тестирования на Гомельшине подали больше 35 тысяч заяв, 9 тысяч из которых – на испыты по русской мове. Меньше всего оказалось ожидающих про ЦТ по китайской мове – усяго три человеки. Что касается правилов, в которых должны поддерживаться абитуриенты, то они не изменились. Даже если летать за спробу использования во время испытаний мобильных телефонов, за аудиторию были выдалены 4 человеки. Главная задача – обеспечить всем ровные мощности для поступления в научные установки. В каждой аудитории находится член комиссии по контролю, обеспечивается контроль. В больших аудиториях – это несколько человек обеспечивают этот контроль. Поэтому списать плюс абитуриенты проносят с собой только три вещи. Могут принести это ручку черную гелевую, либо капиллярную, паспорт и пропуск. Больше они с собой в аудиторию ничего принести не могут. На период все уступные кампании от проведения централизованного тестирования до завершения у научной установки у Гомельской области будет працавать гаражая телефонная линия. Номеры телефонов 23 83 85 и 23 83 86. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко. Телерадиокампания «Гомель». Телерадиокампания «Гомель»